Здравствуйте, друзья! Вы смотрите кулинарное шоу «Сковородка» и сегодня с вами я, Александр Витушкин, студент второго курса Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. И сегодня мы поговорим на довольно интересную и, казалось бы, с одной стороны, понятную, но с другой очень сложную тему человеческих эмоций. И с этим нам поможет разобраться старший преподаватель кафедры общей и этнической социологии Фахреддинова Лилия Маратовна. Лилия Маратовна Фахреддинова окончила Казанский государственный университет отделения социологии. В Казанском федеральном университете преподает с 2012 года. Награждена благодарственным письмом за поддержку студенческих инициатив в научно-исследовательской деятельности и личный вклад в развитие студенческой науки и кружкового движения Казанского федерального университета. Прежде чем приступить к диалогу, давайте поговорим о том, что будем сегодня готовить. Это будет куриная грудка с лавянным тесте. Давайте приступим. Я буду надрезать куриные грудки, а вы будете стругать морковку. И давайте, пожалуй, начнем с первого вопроса. Что же вообще себя представляет социология эмоций и как она связана с обидением психологов? Мы знаем, что долгое время социология пыталась обособиться от влияния психологии просто по той простой причине, что психология сформировалась раньше, имела гораздо больше авторитета. И одной из первых задач социологии на этапе ее институционализации было обособление, автономизация от влияния психологии. Это вот то, с чем боролся Эмиль Дюргейм, когда создавал французскую социологическую школу. И, соответственно, наверное, социология эмоций, хотя ее отрасль совершенно недавняя, она сформировалась только в 1980-е, наиболее активно пытается выйти из-под вот этого психологического влияния. То есть эмоции рассматриваются как вписанные в какой-то социальный контекст, связанные с таким изучаемым в рамках социологии явлением, как социализация, например. Они рассматриваются как явления культурные по своему содержанию. Ну, то есть понятно, что весь вот этот вот специфический социологический подход, скажем так, вся социологическая оптика просто оказывается в рамках такой отрасли, как социология эмоций, приложена к феномену эмоций, что довольно очевидно из названия. Мне так представляется, что просто социология и психология представляют собой два немного разных языка описания, если хотите, изнутри и снаружи, может быть, одних и тех же явлений. И поэтому, да, я не говорю, что социологический взгляд, например, является более правильным на эмоции, чем психологический, он просто другой и дает нам немножко другое пространство для, ну, может быть, оценок, описания, объяснения тех же самых явлений. В данном случае эмоции, да. А вообще, каким образом эмоции трактуют социологи? То есть какое определение эмоций они дают? Ну, вообще, как и во многих других вещах, социологи не имеют консенсуса в вопросе того, как трактовать эмоции. Ну, например, одно из возможных объяснений, то, что эмоция – это некая ожидаемая реакция на ту или иную социальную ситуацию, некая социально ожидаемая реакция. Ну, допустим, на похоронах люди грустят, на днях рождения радуются, на свадьбах счастливо плачут и так далее. Соответственно, главное не перепутать и в той или иной социальной ситуации не выдать эмоцию, которая не соответствует социально. Мы ожидали, что тогда это будет эмоциональная девиация, и такие вещи в обществе не приветствуются. Всё, мы сделали надрезы, поэтому сейчас можно поперчить, посолить и легонечко обмакнуть в соевый соус. Давайте я помогу вам со специальными минералами. Хорошо. А что вообще представляет из себя эмоции? Не просто с научной точки зрения, а вот с обывательской. То есть как человек, возможно, понимает это? Как он воспринимает эмоции? Вопрос со звёздочкой. Yes. Обычно, мне кажется, на уровне некого общего, такого базового знания, какого-то common sense, люди думают, что эмоция – это какое-то укоренённое внутри переживание, которое является очень естественным, очень натуральным, оно никак не связано с воспитанием, с формированием человеческой личности. Мне кажется, что эмоция воспринимается как что-то такое спонтанное, если хотите. Иррациональное. Да, да. Разум и чувство, чувство и чувствительность. Но социология эмоций в этом отношении, может быть, предлагает взгляд прямо противоположный вот этому вот обывательскому. У Сигмунта Баумана было рассуждение о том, что социология из всех наук наиболее близка здравому смыслу. Мне кажется, когда мы говорим, что эмоции имеют социальную природу, мы немного уходим из той модели описания, которое предлагается нам здравым смыслом, и наоборот предполагаем, что эмоции формируются у людей, что они являются результатом некого, не то чтобы научения, а может быть, социализации, прямой и непрямой социализации. И поэтому, соответственно, мне кажется, социология эмоций может выглядеть даже немножко контринтуитивно или цинично в каких-то аспектах, не знаю, инструментально. То есть вы хотите сказать, что эмоции используются человеком для того, чтобы добиваться каких-то определенных целей в обществе? Ой, мне кажется, вот это было сейчас слишком инструментально. Я не говорю, что они так не используются. В том смысле, что да, конечно же, для того, чтобы добиться каких-то карьерных перспектив, от людей обычно ожидается, что они будут действовать в соответствии с требованиями своего работодателя. Это то, что Арли Хокшилд, собственно, создательница социологии эмоций, называет эмоциональным трудом. То есть люди, осуществляя профессиональную деятельность, проявляют те эмоции, которые от них ожидает получить работодатель. Они, например, улыбаются покупателям в магазине, даже если те их раздражают, говорят о том, как они любят свою работу. Знаете, вот это вот, когда вы что-то покупаете, вам говорят, я очень люблю свою работу, мне совсем не сложно помогать вам мерить ваш 12-й костюм. Да, здесь есть определенный элемент прагматического суждения, но я не думаю, что можно использовать вот настолько прямолинейное объяснение. Дескать, люди просто используют эмоции, они на самом деле это не проживают, они просто манипулируют представлением о своих переживаниях для того, чтобы добиться прагматических целей. Не знаю, мне кажется, это очень просто. То есть, получается, эмоции иногда могут быть просто безусловными в какой-то степени? Я думаю, что они довольно часто таким бывают. Макс Вебер и его четыре типа социального действия. Так, я замариновал курочку, нужно отложить будет на 10 минут. И сейчас я займусь бекончиком, а вы давайте нарежьте лук, пожалуйста. Спасибо. Сейчас я собираюсь продемонстрировать, что физиологические реакции не всегда соответствуют переживаемым эмоциям. Так, а теперь давайте поговорим про четыре типа по Веберу. Социального действия. Макс Вебер выделял четыре основных типа социального действия. Аффективное, традиционное, цель рациональная и ценностно-рациональная. Соответственно, цель рациональная является наиболее продуманным. Это такой способ достижения цели, который является наиболее эффективным, собственно, то, что мы ассоциируем с рациональностью. А, например, аффективное действие, очевидно, базируется на чувствах, аффектах, традиционное – на привычке, обычае и так далее. Ну и ценностно-рациональное действие предполагает, что есть какие-то ценности, на которые человек ориентируется. Он руководствуется соображениями, например, этического характера, религиозного характера, эстетического характера. Но всё это в сравнении с целью рациональным действием, очевидно, максимально нерационально. Я просто имею в виду, что, например, традиционное и аффективное действие едва ли можно считать инструментальными. То есть человек делает что-то под влиянием чувства или человек делает что-то под влиянием привычки. Какой-то цель определенной, да? А, привычки, да. Достигает цели просто потому, что это ему привычно. Знаете, проходите вы, например, возле вахтерши и здороваете с ней, а потом сделаем ещё немного шагов вперёд и думаете, я поздоровался или нет. Ну, то есть это не какая-то попытка рационально показаться вежливым человеком. И тоже какая-то эмоциональная норма получается, да? Ну, я бы не сказала, что именно эмоциональная норма. Наверное, эмоциональной нормой было бы проявлять доброжелательность к людям, с которыми вы постоянно взаимодействовали. Это непонятно, что большинство людей никогда этого не делают. Скорее, это просто норма поведения. Такое вот повседневное, нормированное взаимоотношение. Мы здороваемся с людьми, которые нас окружают. Так, мы закончили с навязанием. Теперь давайте всё это дело обжарим. Я иду туда. Сейчас подготовлю сковородочку. Немножечко масла. Так, подайте, пожалуйста, Бекун. Расскажите вообще, что представляет из себя эмоциональная девиация? И почему это порицается людьми в целом? Почему мы не можем адаптировать наши эмоции? Держите. Ага. Ну, я думаю, что это... Спасибо. Стандартный социальный механизм, механизм социального контроля. То, что есть некоторые ожидаемые формы поведения и ожидаемые проявления эмоций, как одна из форм поведения принятых в обществе. Поэтому, да, любые отклонения от вот этого социально ожидаемого, естественно, могут определяться как девиация. Ну, например, если мы говорим о формах эмоциональной девиации, она может реализовываться в самых разных ситуациях. Допустим, слишком интенсивное или недостаточно интенсивное проявление эмоций. Допустим, если человек слышит о каком-то ужасном событии, которое произошло с его близким родственником, ожидается, что он проявит какие-то очень сильные эмоции, а не ограничиться, например, простым кивком и словом «грустно». А если это, например, встреча друзей, то очевидно, хотя, понятно, сейчас, может быть, молодежь демонстрирует чуть больше аффективность, но все же мы не ожидаем, что люди будут проявлять прям очень сильные эмоции при встрече с людьми, с которыми они уже виделись накануне, допустим. Это будет девиантным. Или, например, если люди слишком долго переживают из-за какого-то события, которое в обществе принято считать не слишком важным или не слишком серьезным по своим последствиям. Ну, например, если человек очень долго переживает из-за того, что, например, его облила водой проезжающая машина. Нормально несколько часов попереживать, да, но, например, переживать неделю и всю неделю говорить о том, какое-то было ужасное событие, что тебе испортили платье, его уже, может быть, постирали, оно высохло, и выглядит даже лучше, чем раньше, потому что его надо было стирать раньше. Но сама вот эта идея того, что человек не может избавиться от какой-то эмоции, слишком долго ее переживает. Или, например, человек узнал о том, что что-то ужасное произошло с его близким человеком, и его переживание длится примерно сутки. То есть это слишком мало, это тоже девиантно. Или, например, проблема того, что люди могут демонстрировать не те эмоции. Допустим, им сообщили что-то грустное, а они посмеялись. Или сообщили что-то смешное, а они сидят с каменными лицами. Все смеются, а они сидят с каменными лицами, как вот этот вот один неприятный зритель на концерте, у которого ничего не вызывает положительных эмоций. То есть это тоже может считаться девиантом. Но получается, это, скорее всего, отличается в зависимости от страны, потому что у всех есть свои какие-то эмоциональные стандарты, правильно? Да, да, то, что представление о нормах культурно обусловлено, это, в общем-то, одно из базовых положений. Ну, например, грустный пример, поминки. Допустим, ирландские поминки предполагают, что люди делятся какими-то смешными историями из жизни покойного. Мол, давайте порадуемся тому, что это было. А в некоторых других странах, я думаю, что, включая Россию, скорее поминки, связанные с проживанием того же более трагично, грустно, с таким вот сдержанным достоинством, без вот этой веселости какой-то, знаете, раблезианской. Пока у нас жарится наша начиночка, подайте, пожалуйста, грудки. Сейчас мы ими займемся в том числе. Спасибо. Спасибо. Пока я добавляю маслица, хочу вас вот что спросить. У нас существует интеллектуальный труд. Также у нас существует физический труд. Но плюс к этому имеется так называемый эмоциональный труд, который многие обесценивают. Вообще, что он на себя представляет? И в каких профессиях он может цениться больше или же меньше? Вообще, вот эта классическая работа по социологии эмоций, которую Арли Хокшилд выпустила в 1983-м, «Управляемое сердце», «Коммерциализация чувств», работа, сосредоточенная главным образом вокруг профессии стюардесс. Мне кажется, в России этот аспект не совсем проработан. По крайней мере, когда вы смотрите какие-то ролики условно аэрофлота, они не делают акцент на том, что стюардесс – это человек, который заботится о пассажирах. Они обычно делают акцент на эстетике и строгости. Но в зарубежных рекламных роликах, в каких-то промо-материалах авиакомпаний вы можете заметить, что стюардессы представлены как такая, знаете, заботливая. Один из аспектов эмоционального труда – это то, что люди определенных профессий приспосабливаются, приучаются сохранять невозмутимость в разных ситуациях. Например, в ситуациях, когда посетители заведения ведут себя неуместно, если это официанты. Или в ситуациях, когда самолет трясет, и стюардессы сохраняют невозмутимое выражение лица, потому что от их невозмутимости зависит реакция пассажиров. То есть никому не нужно, чтобы пассажиры смущались из-за турбулентности, устраивали панику. Есть, например, известные работы по продавцам. От продавцов ожидается, что они будут приятными, что общение с ними будет приятным. Понятно, что это медицинские работники, социальные работники, преподаватели, естественно. Зачастую это телеведущие или, в принципе, политики, люди, которые имеют публичные профессии или просто работа которых связана с взаимодействием с людьми. Выглядеть либо невозмутимым, сдержанным, неэмоциональным, или выглядеть человеком, который расположен к другому, который, ну, в случае с педагогами, искренне любит детей. Или в случае с медицинским персоналом, искренне беспокоится о благополучии пациента, хочет его поддержать, испытывает сострадание и так далее. У меня такой вопрос, интересно, а всегда ли они испытывают это искренне? Может быть, у них есть какие-то техники? Вообще да. Когда Хокшилд работала над своей концепцией эмоционального труда, она, в принципе, обращала внимание на то, что одна и та же работа, эмоциональная работа или её коммерческая профессиональная форма эмоциональный труд может быть реализована в самых разных формах. Сейчас различают поверхностное и глубокое исполнение. То есть, понятно, эмоциональные нормы касаются как чувствования эмоций, так и проявления эмоций, их выражения. Соответственно, люди, которые, например, в силу своей какой-то социальной позиции, семейной роли или профессиональной роли, раз уж мы обратились к этим примерам, предполагается, что люди определённых профессиональных ролей, я просто останавливаюсь на этом, могут демонстрировать определённые чувства. А иногда они могут заставлять себя переживать определённые чувства. То есть, мы говорим тогда либо о поверхностном исполнении, либо о глубоком исполнении. Соответственно, поверхностное исполнение предполагает, что люди говорят определённые фразы, мы очень рады вас видеть, что вы меня, это совсем не затруднит, я очень рада, что вы сегодня пришли, это замечательный ответ, спасибо, садитесь. Такого рода вещи. Например, когда они как-то поддерживающе похлопывают людей по плечу, знаете, или проявляют какие-то другие способы выражения своей эмоциональной поддержки, они могут одеваться определённым образом. Так что это говорит, смотрите, я серьёзный, сосредоточенный, исполнительный человек. Мы закончили с нашей начиночкой. У нас получились великолепные, ароматные, хрустящие куриные грудки. Мы разделили тесто, а теперь будем формировать наше блюдо. Но мы вернёмся к техникам исполнения. Вы нам рассказали про поверхностное, а теперь давайте расскажите про глубокое исполнение, вообще что это значит. Да, в общем, предполагается, что в некоторых, на самом деле во многих ситуациях, люди не просто притворяются, что они испытывают те или иные эмоции, например, фальшиво улыбаются при виде посетителей, но и действительно заставляют себя переживать те или иные эмоции при помощи разнообразных техник. Ну, это, например, могут быть разного рода телесные техники, когда люди, допустим, дышат, чтобы заставить себя успокоиться. Они говорят себе, ты должен быть спокойным. Ну, вот как вы себе, наверное, и говорите, сейчас активно накладывают опыт. Да. Смесь на слоёное тесто. Да, например, разного рода телесные приёмы, когда люди дышат, чтобы успокоиться, или выполняют какие-то движения, или вяжут, например. Ваша очередь. Ох, спасибо, какое испытание. Конечно. Либо это может быть какой-то экспрессивный приём, когда люди заставляют себя чувствовать ту или иную эмоцию, допустим, улыбаются или смеются, чтобы им стало весело, или заставлять себя заплакать для того, чтобы им стало грустно. Ну, есть такие примеры, когда люди, допустим, заставляют себя плакать перед тем, как пойти на какое-то очень печальное мероприятие, чтобы выглядеть грустно, не слишком жизнерадостно, даже если они на самом деле не чувствуют переживание и грусть. И, соответственно, есть ещё один приём, это когда люди используют когнитивные техники для того, чтобы заставить себя переживать какие-то эмоции. Ну, например, повторяют себе, что какой-то человек хороший, чтобы испытать в отношении него какие-то эмоции. По-моему, это было у Германа Гесса в романе «Записки отдыхающего на водах», когда его лирический герой отдыхал в каком-то санатории, а по соседству в номере проживал некий очень шумный пожилой мужчина, который то ходил по ночам, страдал от бессонницы, то покашливал, начинал курить. Ну, в общем, главный герой никак не мог уснуть. И вот после нескольких бессонных ночей он, как настоящий буддист, решил убить себя в том, что он любит своего соседа по санаторию, такого вот раздражающего, шумного, пыхтящего, сильно топающего, постоянно курящего и страдающего от бессонницы человека. То есть этот герой всю ночь посвятил тому, чтобы внушить себе чувство симпатии, а потом, соответственно, наутро узнал, что сосед съехал. Но чувство симпатии появилось. Это вот к слову о когнитивной работе. Теперь мы перекладываем наши грудки на противень. Раз, два, три. Опа. Всё, идеально. Всё равно. Ну ладно, главное попытаться. Главное, что мы убедили себя в том, что это идеально, правильно? Вот тебе глубокое исполнение. Или нет? Вы меня не убедили, но я из вежливости покиваю. Ладно, хорошо. То есть, получается, люди по факту сами себя обманывают, правильно? И заставляют себя обманывать. Ну, не то, чтобы прямо обманывают. Это скорее вопрос того, что они действуют в соответствии с социальными ожиданиями, исполняют свою роль. Арли Хокшилд, ученица Ирвинга Гоффмана, классика символического интеракционизма. Так что это всё очень гоффмановская идея о том, что они управляют своими переживаниями и впечатлением других людей о себе. То есть, в общем, всё в русле такой уверенной социологической классики середины 20 века. Вот, смотрите, что у нас получилось. Аппетитные, красивые грудки. А теперь мы ставим их в духовку на 40 минут. Прошу вас, откройте, пожалуйста. Куриная грудка в слоёном тесте. На куриной грудке сделали небольшие надрезы. Посолили, поперчили, приправили соевым соусом и оставили немного помариноваться. Тем временем нарезали бекон, лук и морковь на небольшие кусочки. Обжарили на растительном масле и немного остудили. Далее обжарили куриную грудку с двух сторон до золотистой корочки. Слоёное тесто раскатали в тонкий пласт, выложили на него обжаренные овощи и бекон, а сверху – курицу. Тесто завернули, залепили края и выложили на противень. Смазали взбитым яйцом и отправили запекаться в духовку на 40 минут. Подавать куриную грудку мы будем с гарниром из риса с овощами. Всё, у нас всё готово. Теперь можем насладиться столь прекрасной курочкой, которая имеет такую золотистую корочку. Я думаю, что вам нужно первое попробовать. Хорошо. Но я могу сказать, что она золотистая и хрустящая. Да, только вы были совершенно правы. Я думаю, что спектр эмоций доступен нам в большей степени. Ммм, весьма сочно. Я считаю, что я идеально посолил. Вы согласны со мной? Да, я была не права, когда думала, что вы, может быть, прогадали. А, это техника поверхностного исполнения? Да, я поверхностно решила вас поддержать, испытывая, на самом деле, сомнения. В отношении результата результат получился, кстати говоря. Тут я не буду лукавить. Ну, а теперь отвлечемся от нашей прекрасной курочки и благодарим Лилию Маратовну за столь интересную беседу по поводу наших эмоций и насколько они важны в жизни человека. Это было кулинарное шоу «Сковородка». Впереди нас ожидает множество интересного, множество интересных спикеров, интересных тем, которые вы посмотрите в следующих выпусках. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»